Итак, доброе утро. Приветствую вас всех на партнерской конференции. Дважды в год мы проводим партнерские конференции. Лето и зима. На самом деле это связано и с нашим внутренним планированием, с тем, как мы строим своего рода внутреннее производство. Мы называем это стратегическими сессиями, когда мы собираемся, обсуждаем и на полгода строим план. Четыре месяца реализуем, и примерно получается два месяца мы потом дорабатываем, обрабатываем обратную связь. И на самом деле именно полугодовое планирование оказывается наиболее продуктивным, потому что очень быстро меняется наш с вами рынок. Вот если посмотреть, иногда прям ретроспективно смотришь назад, что за год изменилось, и понимаешь, что очень много всего изменилось. Большие компании выпускают релизы, меняются мобильные платформы, масса других вещей приводит к тому, что мы должны все время с вами адаптироваться и меняться. Сначала немного о том, как все будет устроено. Во-первых, не стесняйтесь задавать вопросы с зала. Выкрикивайте, если вопросы большие, короткие мы их отвечаем сразу, если они большие, какие-то длинные, будем переносить на завершающую часть доклада. Пожалуйста, задавайте вопросы с онлайна. Сереж, а кто у нас будет с онлайна вопросы транслировать? Определитесь, чтобы вопросы с онлайна по хэштегу Bittrex.conf поступали. Многие партнеры будут смотреть в онлайне. И еще раз, два дня. Первый день технологический, второй бизнесовый. Сегодня мы рассказываем о том, что вышло, как вышло, и обсуждаем все технические аспекты. И, собственно, если вы посмотрите на программу, она примерно так и устроена. Сначала два базовых доклада о том, каркасно, что мы выпустили по управлению сайтом и по Bittrex24. Постараемся поменьше маркетинга, побольше технических аспектов всего того, что есть внутри продуктов. Потом Юра Волошин очень детально про интернет-торговлю, про самые частые вопросы или вещи, которые помогают. Этот у него называется мастер-класс по секретам. Real Times 1С. Детально разберем этот вопрос. Техподдержка за один день. Прервемся на обед. Потом будет очень любопытная секция. Вторая, центральная. Композит мастер-класс. По технике, как работает, почему работает, как настраивается и масса других вещей, и что запланировано. Инфоблоки против хайлоуд-блоков. Очень любопытный доклад, особенно любопытный вывод. Не обязательно не пропустите. Мастер-класс по D7. Проектирование, как мы делаем новое ядро. И как мы используем его для проектирования своих же модулей. Виртуальная машина 5.0. И здесь Денис Шармов покажет не только визуальное масштабирование, но и очень важную тенденцию, над которой мы сейчас работаем. Эта часть будет связана с визуальным масштабированием и интеграциями с хостингом. И чуть-чуть забегая вперед, я хочу сразу анонсировать, что параллельно после этого пойдет отдельный мастер-класс компании Rusonics, который будет посвящен именно визуальному масштабированию. Мы очень хотим добиться ситуации, когда вы все это сможете делать прямо в среде у хостингов, у хостинг-партнеров. Выбирая их ресурсы и масштабируя, в общем, выйти несколько на другой уровень. Очень любопытный будет мастер-класс. Я думаю, что после секции станет понятно, куда мы клоним. Итак, продолжаем тему мобильных приложений и визуальные конструкторы, и все, что по ним развивается, очень важная тема. Тестирование продуктов. У нас есть отдел тестирования, и нас многократно спрашивали, расскажите, как вы строите тестирование. Олег Стракатый расскажет, как оно построено у нас, и как, сколько вас там, Олег, 5 человек, справляется со всем объемом всего, что выпускает компания. Прерываемся на кофе-брейк. Партнерские доклады очень любопытные, на мой взгляд, будут. Мы тут их специально не анонсировали, надеемся, что все получится. Тиражный доклад от идеи, тиражный продукт. Юра Волошин и Екатерина расскажут, как проработает продуктовый отдел, как мы формируем состав продуктов. И далее переходим и к 15-й версии. Мы покажем, расскажем, анонсируем наши планы. Вообще это всегда беспокойный вопрос, показывать планы. Во-первых, не всегда хочется их заранее анонсировать, но с другой стороны мы должны раскрывать вам вектор и тенденцию, что меняется и как меняется. Ну и потом у нас диван, наверное, получится вот этот угол. Мы здесь рассадим разработчиков для того, чтобы вы могли их поспрашивать по самым разным вопросам. Почему, как, доколе, ну и так далее. Итак, 6 минут я занял. Вадим, прошу, давайте. Я смотрю, что второй автобус пришел. Ой, прекрасно. Сейчас как раз коллеги будут располагаться, но мы, наверное, будем уже начинать. Добрый день. Мы работаем на наши сотрудничественные интересы и вспомним, что мы любви с ними, как продолжаются по окону. В этом лекции 14-й. Высланность технологий, которые... ...который у нас будет отдельный доклад. Это, опять-таки, усиление электронной коммерции. Это и обмен данными в реальном времени из 1С и усиление интернет-торговли. Также вышло визуальное управление масштабированием кластером. И такие мелочи, как новый визуальный редактор, новая загрузка на HTML5. Развились немножко хэллоуэт-блоки и появились у нас новые наработки для ядра D7. Итак, композитный сайт. Поднимите, пожалуйста, руки, кто уже делал композитные сайты. Очень круто. Круто. Надо мне было тоже руку. Давай я немножко расскажу. Вообще, на самом деле, скорость продавать легко. И если с точки зрения клиента задаешь всегда вопрос, а почему, то есть что вы считаете важным, то важным имеет значение именно скорость отображения. Конечно, цель выйти на конечную скорость отображения для клиента, чтобы оно у него просто выпрыгивало. И мы проделали достаточно большой путь. Вы помните, я на пресс-конференции рассказывал и про CDN, и про ускорение сайтов, и все, что с этим связано. И на самом деле еще будут важные изменения с объединениями стилей и так далее. Но удалось сделать очень любопытную вещь. Я не помню, следующий слайд, он, по-моему, динамику загрузки не показывает. Показывает. Я думаю, что все как разработчики мы хорошо помним и знаем вот эту вот линию загрузки. Вот он наш первый хит. Пока он отработал, пока он передался. И как только HTML оказывается в браузере, начинает браузер все тянуть. Соответственно, если удастся, ну, собственно, у нас на одной из стратегических сессий такое рассуждение было. А давайте предположим, вот как все это ускорить? Есть только один способ. Сдвинуть все в начало, чтобы ничего не тормозило и как можно быстрее HTML оказался в браузере. Собственно, именно всему этому и посвящен композит. Сдвинуть всю эту линию, уменьшить до минимума время отклика. Технология очень интересная. Главное, очень простая. Погоди, верни, я объясню на вот этом варианте. Прежде чем он будет рассказывать про упрощенную схему, как мы об этом шутим. Смотрите, вот тот же самый хит, но теперь уже в варианте композита. Отдали HTML статически, причем отдали его мгновенно. Там PHP-шник даже не подключался. Все мгновенно с максимальной скоростью. Ресурсы стали загружаться. И внутри, как только прямо inline же, да, у нас JS встроен? Да, inline. Прямо по мере выполнения и интерпретации HTML отрабатывает хит, который делает, мы его называем композитный хит, обращается к бэкэнду, выполняет всю эту часть и возвращает. Итак, технология очень проста. А может мы не будем на этой части, потому что у нас… У нас будет отдельный доклад, Юра Тушинский будет его читать немножко более подробно, как это устроено. Но суть в том, что первый хит создает закэшированную версию страницы, а последующие хиты возвращают очень быстро из кэша, и находящийся внутри страницы уже воскрыт, потом подтягивает динамические блоки. Ну, как сделать композитный сайт, тоже Юра расскажет. Если очень коротко, то вы как разработчик определяете, какие компоненты ведут себя как статические, какие должны вести себя как динамические, выделяете их. Ой, это вот как раз у Юры будет эта часть. Да, это все будет. Давай эту часть пропустим. На самом деле, пока мы дальше не продвинулись, вы помните, у нас было статическое HTML кэширование. То есть вообще тезис как бы звучит верно. Давайте весь сайт превратим в статику и будем отдавать его там NGINX, там, не знаю, маленьким PHP, но не будем подключать ничего. Вроде бы, несмотря на то, что это раньше было, но получалось, что, во-первых, вы этим не пользовались, да и мы этим не пользовались, хотя вроде бы быстро, потому что отваливается вся бизнес-логика. А надо бы, чтобы она не то что не отвалилась, она продолжала работать. А следовательно, нужно было изменить технологию. Вот основное преимущество композита, что он с одной стороны делает и статику, но благодаря вот этому фоновому хиту обеспечивает работу всех составляющих, страницы, динамики, куков, интернет-магазина. Но еще одну очень важную задачу делает. Это обновление самой страницы, обновление этого кэша. Вот об этой части, вот как раз на слайдах у Юрия и вообще в деталях он разберет, как это устроено и как это работает. Клиенты очень хорошо приняли эту технологию, поэтому обратите внимание, вы получаете преимущество, получая компетенцию, композитный сайт. Что для этого нужно сделать? Нужно пройти курс, перевести сайт, показать, что вы умеете это делать. Свой сайт или одного из клиентов. Ну и вообще я все время повторяю, что попробуйте себе поставить во внутреннюю задачу делать сайты, новые сайты, которые вы выпускаете, делать на композите. Обычно перевод проекта занимает вот тот, который не был на композите, ну по-разному там, кто говорит 4, кто говорит там день 2. Ну примерно вот такие величины. Это обычно речь идет об одном-двух человеках. Чаще всего это связано с тестированием. Если говорить чуть-чуть потише, Анечка, чаще всего речь идет о, если про интернет-магазин, про главную страницу, каталог и детальную страницу. Обычно не переводят корзину либо какие-то другие страницы. Но с точки зрения клиентов, во-первых, вы будете удивлены, они все разбираются, что быстрый отклик это круто. Во-вторых, для них это доказаны уже факты про конверсию, про отклик. Ставьте себе в план, выпускайте новые сайты на композите. Много уже даже примеров от партнеров, которые возвращались со встреч с клиентов и выигрывали и тендеры, и контракты только потому, что в рамках обычного функционала делали отдельный акцент на том, что а у нас может быть самый быстрый сайт. И это совершенно не случайно. У нас отстройка, прекрасная конкурентная отстройка, ни у кого такого нет. По скорости отклика и вообще по конкурентной ситуации. Мы не даже говорили о том, что мы это патентовали, не стали мы тут затрагивать эти вопросы, но это такая киллер фича. Прекрасная отстройка. Вы участвуете в тендере, вы сравниваетесь с функционалом, а потом функцией, которой ни у кого нет. Отлично работает. Все мы видим, что жизнь ускоряется, бизнес ускоряется и обмен данными тоже ускоряется. Клиенты не хотят обновлять цены в своем каталоге раз в 4 часа, а хотят видеть сразу все изменения на сайте. Мне кажется, тоже этот доклад у нас есть в отдельном варианте. Да, есть у нас отдельный доклад про 1С. Мы хотели внимательно разобрать эту связку. Если очень коротко, то мы добавили режим реального времени в наш модуль обмена 1С. Теперь сайт получает изменение цены и отдает заказы в режиме реального времени. То есть 1С поддерживает постоянное сединение к сайту и как только на сайте происходит изменение, то заказ в реальном времени закачивается в 1С. Ну давай мы детально на этом не будем останавливаться. С Юрой Волошиным разберем это подробно. Давай остальные части. Это вот я помню, эти слайды у него будут есть. Кроме того, были проведены большие работы по оптимизации выгрузки. У Юры тоже будут цифры, но мы разделили обмен на полный и на последующий. Это позволило нам в 2 раза ускорить и полный обмен, и в 5 раз ускорить последующий обмен. Также ускорили мы значительную выгрузку картинок, стали поддерживать версионность, и об этом обо всем тоже более подробно мы расскажем. Визуальное масштабирование. Что это такое? Вышел в составе буса новый модуль Scale, управление масштабированием. Этот модуль является клиентом к нашей новой виртуальной машине 5.0. В виртуальной машине есть API, которая синхронно в веб-интерфейсе дергает этот модуль и дает доступ к функциям виртуальной машины. И основное назначение этого модуля – дать простой, удобный доступ администраторам, чтобы они могли масштабировать свои проекты. Вот эти кубики – это сервера. Мы можем прямо в интерфейсе их создавать, прямо в интерфейсе кубиками накидывать в него функционал, делать из MySQL MasterSlave и другие вещи. Об этом расскажет Денис Шаромов с примерами и более подробно. Ключевые функции мы вообще решили разобрать отдельными докладами. Более того, это, так сказать, первый этап того, как развивается виртуальная машина, чтобы показать еще следующие шаги. Вот здесь есть небольшое видео. А Денис, по-моему, у него будут эти фрагменты встроенные. Да, и вот таким вот примерно образом происходит работа с новой виртуальной машиной. Вот создался пул, это первый управляющий сервер. Все-таки мы детально это расскажем. Давай здесь принципиальный момент подчеркнем, что все, что раньше было в меню в терминале, теперь становится доступно в вебе прямо внутри панели управления продуктом. Таким образом, из продукта вы получаете возможность управлять окружением, средой, хостингом и масштабировать продукт. Первоначально он работает, мы исходим из концепции, на одном сервере. Но идея на состоит в том, что вы можете разделить на любое количество серверов. И вот нам, надеюсь, удастся сделать общую демонстрацию того, как происходит разделение. Ну и кроме того, значительно усилился мониторинг, средства мониторинга внутри виртуальной машины. Большое внимание визуализации было уделено. Теперь вы можете легко включить мониторинг, легко отслеживать статус серверов, графически, более-менее все понятно. Интернет-торговля. И об этом у нас будет отдельный доклад. Но если говорить коротко, то мы сейчас автоматизируем, рефакторим службы доставки, службы оплаты. Прямо сейчас эта работа происходит. И некоторые системы уже были изменены и выпущены. Это все у нас наследие. Новая корзина в решении появилась. Помните, сначала мы выпустили там ску нельзя было выбирать в корзине. Теперь это можно делать. Цвета, размеры прямо в корзине. Это очень удобно для покупателя. Четыре вида корзины. Маленькая, большая, в виде колонки. Причем некоторые виды корзины поддерживают полный функционал. То есть можно и количество изменять, и удалять из корзины. Три новых компонента добавилось в решении интернет-магазина. С этим товаром рекомендуют. Последний просматривает товары. Мне кажется, будут детально эти вещи. Вадим, давай у нас не так много времени. Давай мы продвинемся. Попробуем остановиться на тех вещах, которых не будет в отдельных докладах. Хочу подчеркнуть, что мастер в решении очень сильно доработан, чтобы дать клиенту выбор. Он может туда-сюда ставить на более низкую виду, с более низкой на более высокую. То есть пробовать различные виды. И решение в целом было доработано. Развитие ядра D7. Вообще говоря, это уже вошло в рабочий процесс. В развитии происходит постоянно. Использование практически перманентное. Мы делаем новые классы на новом ядре. Новые модули делаем на новом ядре. Перевели ряд компонентов, в частности в магазине, на новое ядро. Различные улучшения. Добавилась в джаваскриптовую библиотеку работы с AppSocket. Появилась новая API для работы с HTTPS с точки зрения клиента. И Highload блоки получили свое развитие. Там усилилась поддержка набираемых свойств пользовательских ядра. Теперь там возможны множественные свойства ядра. И можно подключать все доступные типы свойств. Максим Смирнов, когда будет рассказывать, сравнивать инфоблоки и Highload блоки, он немножко покажет, как это все работает. И фильтры появились в Highload блоках. В общем, они стали более функциональными. Есть свойства в инфоблоках, которые могут указывать на справочник в Highload блоках. Появилась выгрузка из 1С в этот справочник. То есть теперь, выгружая номенклатуру, вы сразу заполняете справочник. Ну, об этом подробнее расскажет Максим. Чуть-чуть. Был доработан модуль SEO. Наконец-то мы добавили в форум символьные URL. Теперь можно для тем форумов и для форумов задавать символьные коды. Их можно использовать в компоненте, чтобы не по ID-шнику форума, а по сильным кодам форума на страничку попадали. Доработали карту сайта. Теперь, если товар деактивируется или удаляется, то автоматически сайтмэп перегенерируется. И улучшили работу с большими файлами. Теперь они автоматически разбиваются на части. Но это требование поисковиков, потому что они не могут скушать большой файл. Выпустили мы, наконец, обещанный визуальный редактор 3.0. По умолчанию, пока мы его не включали. И включили по умолчанию уже? Какой он? Он ломается или код ломает? Ну вообще в целом? Ну вот буквально на днях мы выпустили загрузку видео. Некоторый функционал еще не догнал старый редактор. Но вот на днях выпустили загрузку видео, потом догонять, выпускать. Я вижу, что Дима там активно очень работает. Я так понимаю, что в 15-м релизе будет большой апдейт по визуальный редактор. Наконец-то, я думаю, мы его доделаем по умолчанию. Но здесь что важно понять? В старом редакторе мы не обладали полным контролем над браузерами. Они что хотели, то и делали. В этом редакторе мы на более низком уровне, на уровне дома практически все контролируем. То есть теперь мы можем контролировать, какая реакция будет на нажатие Enter. И какой HTML-код будет в итоге вставлен в редактор. Это основное преимущество редактора. Мы его можем поддерживать и сделать однотипным под всеми браузерами. HTML будет получаться одинаковой. Ну и естественно интерфейсные изменения есть. Но в целом направление такое. Сделать правильный, универсальный HTML-код под всеми браузерами. Есть сплит-режим, когда вы видите исходный код и визуальную часть. Переработан диалог параметров компонента. Теперь они сгруппированы. Вот видите, слева колонка есть. И еще раз хочу сказать, что по умолчанию включен только в новых установках. А в обновлениях пока мы еще не рискнули включить. Немножко доработаем и видимо уже включим по умолчанию для всех клиентов. Стиль еще нет, еще не выпустили. Вы имеете в виду в шаблоне сайта описание стилей. Нет, еще не выпустили, но будет обязательно. Оно уже есть. Мне так говорят, что уже есть. Уже должно все работать. Про типограф ничего пока не могу сказать. Очень интересная часть – это загрузчик фотографий нативной на HTML5. Вы помните, что в фотогалерее у нас есть ActiveX для интернет-эксплорера и Java для других браузеров. Оно не очень хорошо работает, особенно Java, который браузеры старые отключать по соображениям безопасности. И в целом это неудобно. Плагины, настройки. Но браузеры уже развились до такой степени, что можно уже использовать активно JavaScript, конву. Вообще раньше плагин работал, сейчас уже, к сожалению, все. И фактически мы отказались от ауригмы, от загрузчика и представили готовый комплект. Теперь у нас есть множественная загрузка на JavaScript. У нас есть редактирование на конвасе. То есть можно подписи ставить, можно вращать картинки. Ну, простейшая функция редактирования. Можно crop делать. Это, кстати, фотографии с прошлой летней партнерки. И главное, это все кросс-браузерное. Не требует установки никаких плагинов. Итак, общий итог. Мы подчеркивали, что выпустили. Композит, реальный обмен с 1С, визуальное масштабирование. Это были три ключевых объекта, на которые мы делали акцент. Вообще хорошо, когда есть большие блоки. Их можно четко, понятно объяснить клиентам и партнерам, в чем основная идея. Интернет-торговля по-прежнему основной тренд. И можно сказать, что это, наверное, решающий сегодня тренд для развития платформы. И многие вещи делаются именно для того, чтобы интернет-торговля была эффективной и продукт был наилучшим для e-commerce. И целый ряд вещей внутренних, которые связаны с развитием. Давай я… у нас мало времени, чтобы не выпрыгивать из доклада. Давай немного расскажу про… На интерпрайзе мы не будем, наверное, сейчас останавливаться. Давай про кластера. В составе продукта в верхних редакциях раньше шел модуль веб-кластера. Что он, собственно, обеспечивал? Если у вас есть одна база данных MySQL, вы могли его разделить на два-три сервера. Один мастер, три слейва, например. И запросы на чтение масштабируются в управляемых параметрах на другие сервера. Это позволяло разделить нагрузку. Это позволяло, например, кэш хранить в мем-кэшах, разделять на несколько серверов массу разных вещей. Долгое время это были, так сказать, исключительные функции, только верхних редакций продукта. На сегодняшний момент этот модуль опустили в редакцию бизнес. Для того, чтобы даже базовые редакции можно было масштабировать. И включили в него новый объект лицензирования, называется два сервера. Это физические сервера, которые управляются модулем веб-кластера. По умолчанию их два. То есть, например, веб и база данных. Или веб включает в себя мем-кэш, а второе только база данных. Может быть все на одном сервере. Но и дополнительно можно докупать соответствующие лицензии. Тут важно, что в бизнес спустился модуль веб-кластера. Да, но мы еще отдельно поговорим об этой части. По поводу лицензирования композита, вот по поводу этой кнопочки, в докладе у нас там будет важный вопрос, сохранять ее или нет. Кстати, объясните или скажите ваше мнение. У кого вызвали проблемы со стороны клиентов сохранение этой кнопки? Поднимите руку, пожалуйста. Хорошо. У кого клиенты не стали, то есть не обратили на это внимание и считают, что это небольшая стоимость? Очень интересно. Ну давайте. У нас будет доклад про композиты. Мы отдельный слайд поставили вообще пообсуждать, стоит сохранить подобный режим или не стоит. Коллеги попросили вставить, потому что нет отдельного доклада. Про отраслевые решения, изменения в этом году. Вот наша линейка отраслевых решений. Это по-прежнему решение для госорганизации, для образования, для франчайзи, для здравоохранения. Из нового. Очень сильно обновился сайт медицинской организации, практически заново был сделан. И вышел очень интересный модуль карт. Этот модуль доступен в Marketplace, называется он 1SB, это интерактивная карта объектов. Это модуль, который позволяет на карту наносить объекты, маршруты, группировать, фильтровать. Он доступен как отдельное приложение, не только с госсайтами. Его можно приобретать, вот он по 9900 идет. Ребята очень гордятся им, считают, что прям отличное, отличное решение. Его можно приобретать и включать в состав своих проектов, если для проекта нужна какого-то рода картография. Также есть поддержка мобильной версии, то есть карты на мобильной версии тоже работают. Да, да, да. Вы обновили сайт медицинской организации. С недавнего времени в российском законодательстве появилась такая статья, что каждое медицинское учреждение должно ввести свой документ оборота. Планируется ли это введение в 1SB? Документ оборота? Да, у них появляется свой специфический документ оборота. Понимаете, требовать от сайта документа оборота все-таки не очень корректно. Нет, не от сайта, я имею в виду по корр-порталу. По корр-порталу. Пока нет. Вообще кажется, что это немножко зарегулированный сегмент. И там другие законы управляют. Обычно в регулируемых сегментах по-другому решения принимают. И не факт, что у нас будут там большие преимущества. Отдельно потом расскажите, потому что может быть Артем знает. У нас Артем заведует этим вопросом. Его сейчас нет, он будет завтра, если я не ошибаюсь. Или к обеду сегодня. Он заведует решением. Новое решение значительно доработано, адаптировано для крупных центров. Появилась интерактивная карта на основе как раз модуля. И самое главное, появился интерфейс для информатов. Очень популярная эта услуга. Когда посетитель, вы знаете, такой вот киоск информационный. Суть в том, что пришлось значительно подогнать до работы интерфейс, потому что он под... И получился вообще другой продукт. То есть в медицинской организации можно поставить монитор с тачскрином, запись, очередь и масса других вещей. И очень любопытный сервис. Прекрасный продукт. Им стоит и позаниматься, и поработать по организациям, которые есть у вас в городе. Ну все, кажется, я уложился по времени. Я бы хотел в лице Вадима и вообще всех ребят поблагодарить за отличные релизы 14.5. Вообще они нам очень здорово помогли. Спасибо, Вадим, большое.